на обед сегодня грибочки жареные с картошкой вот начала обжарить ой посолить забыла поперчить сейчас посолю поперчу я уже таскаю по одному какие вкусненькие мама дорогая начистила картошку сюда обсушила маленько сейчас сюда запущу поджарится лук хлебушек разделала сейчас прикрою подымается сварила вот такую бадью питание для пчелок наших здесь у меня так 12 кружек литровых сахара и 6 кружек воды все это кипячу я кипит у меня минут 10 тихонько и выключаю остывает это корм пчелкам сейчас же нету не цветут никакие не цветы не сады ничего им кушать нечего они стоят в поле пчелы вот так мы варим и кормим мешочки наливаем полиэтиленовые вули кладем я вам показывала покажу если сегодня поеду с сережей ой сегодня не поеду на мне надо капусту сегодня посолить вот вот так приходится кормить раз в неделю их а что делать а уже мед мы оставляем им на зиму в рамках прям этому уже перед тем как их вам шаник занести на зиму их же зимой нельзя открывать трогать они уже встанут все до весны там нельзя чтоб собака рядом лаяла никакого шума чтобы их вообще нельзя категорически задевать даже там что-то сергей ночью если за его фу зимой если заходит к пчелам послушать живы не живы он берет вот которым слушают у нас у детей грудь но и у взрослых там легкие прослушивают бронхи вот он таким прослушивает у ли живые не живые вот а сейчас пока есть возможность к ним лазить мы кормим их вот так потому что им могут умереть с голоду погибнет целая семья вот так небольшой ликбез так 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 у меня мясо же я вчера приготовила ничи просто я его протушила как бы оно готово посмотрю или на ужин приготовлю на и на гуляш с рожками хочу прям рожки такие чтобы заливалась все в эти рожки этот соус или завтра утром стану пораньше приготовлю гуляшика завтра магнитогорской поездка предстоит собой возьмем сегодня может весь день будем картошку доедать компотик сварила еще покажу вам погодку компотик сварила еще вот виноград остался сливы тоже домашние попивать будем сегодня вот у нас крышу уже закану как бы в процессе крыша там он подальше тоже стройка местный клуб тоже подходит к завершению можно так сказать снег растаял у нас более менее тепло деревья еще не сбросили зелень хорошо так нормально погодка так что сегодня друзья пойдем солить капусту я уже намыла целую чашку мелкой моркови сейчас надо натереть хлеб испекем пообедаем и каждый по своим делам пойдет всем привет время 5 часов вечера я наконец добралась до капусты приступаем солить к солению увидела на канале каком не помню то ли любаше поле маруся не помню что самая вкусная капуста получается в баке я помню мама у нас солила тоже в эмалированной кастрюле такой капусту и правда она всегда вкусная а мы что-то по банкам по банкам сейчас сейчас мне вот не нравится моя капуста к весне уже какая-то не такая и вот эта девушка так расписала столько полезного в этой капусте думаю дай-ка тоже посолю бак приобрела бачок опущу потом опущу прям потом в баке капусту постоит три дня здесь так все давайте поменьше болтать буду солить сейчас все как делала эта девушка и посмотрим понравится мне или нет я уже и морковку приготовила я нахожусь у себя в цеху чтобы дома не марать я всегда здесь солю потом сейчас посолю потом еще столько же посолю для того чтобы слепить пельмешки из капусты кислый подкисник дня 3 мы будем лепить у нас прямо не хорошо это хорошо покупаются в магазинах пельмешки с капустой кисленькие такие слегка вкусные вообще это я где-то наверное в пятницу после обеда посолю для для цеха так приступаем девчонки и так бак у меня 25 литровый ну конечно если у людей негде хранить вот капусту конечно в банках солить уже у раз у меня есть большой новый погреб так на дно хочу постелить листья 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 сделать подушечку такую и потом хрумкать укладываем мне прям срочно срочно надо солить капусту она уже вянет подойдут сюда средние сорта я вот не знаю какой у меня сорт это мне соседка дала рассаду я сажала чё за сорт мне кажется хорошие так выложили ой потом просолиться и сюда будем вкусненько зимой кушать так это чё у нас капустка так все будем чередовать это пока убираю в сторону и вот таким ножом начинаю сюда крошить начнем ладно с крупных с крупненьких так нет сейчас пополам разрежу так лучше да вот так так вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В серединку четвертинки укладываем прямо с кочерыжкой. Вот такие кусочки капусты. Ох, мы с Машей тоже любим так потом грызть их. Вот так уложим в серединке. Они пропитываются соком. Вот, 8 частей. Слегка придется придавить. Сейчас их присолю. Потому что они на себя все равно возьмут часть сока. Так, поехали дальше шинковать. Повторяем процедуру. Не жамкаем, не жулькаем ее. Да, маловато. Хоть завтра покупай еще один бочок. Сейчас будем утрамбовывать. Так, морковку. Для цвета, для красоты. Понемножку. Так, соль столовую ложку. Так, что у меня тут? Четыре кочана вошло. Средних. Оказывается, позднюю капусту вообще нельзя солить. Все, начинаем вот так утрамбовывать, уплотнять капустку. Чтобы еще один вилочек вошел. Сейчас уже сок даст. Вот так. Я раньше ее вот так вот всю мяла. Все кишки, как говорится, с нее выпускала. Все промешиваю. Видите, сок уже появляется. Хорошо. Такая капустка хранится долго. До весны вкусная. Ее промывать не надо. Сейчас немножко подожду. Все уж таки, может, еще один у меня войдет. Вилочек. Ой, девчонки, я уже полтаза съела. Такая вкусная. Хрустящая. Еще один вилочек. Утрамбую. Запах уже такой вкусный. Так, часть. Частями буду. Ну все. Что смогла, утрамбовала. Сверху кладу листочки, которые у меня выпали. И ставлю под пресс. Завтра принесу побольше чашечку. Забыла взять блюдо. Поставлю так. У меня в цеху не сильно жарко. Вот так, пусть пока стоит. Буду протыкать. Ой, блин, ну правда, очень вкусная капустка. Очень. Четыре вилка осталось. Ладно. Какой четыре? Там еще у меня в кладовочке много. Я думаю, что нам хватит на нашу семью этой капусты. 25 литров. Друзья, теперь хочу поделиться с вами народным средством от цистита. Я по молодости простыла лет 16. Простудила мочевой. И болела лет 5, наверное. Да, до рождения Семена. Семена я родила в 22. Ну и где-то вот пока не забеременела, болела до 21 года. С температурой 38. Болями адскими. В больнице лежала. Практически два раза в год, наверное, я лежала. Антибиотики кололи. Но все это было временно. Просто цистит ни с того ни с сего обострялся у меня. И вот, мучилась, 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 мучилась. Потом маме какая-то женщина посоветовала раскалить красный кирпич на огне. Мы затопили баню. Там его накалили. Я, значит, пошла в баню. Раскалился он. Сергей взял его перчатками, рукавичками, положил в ведро. Все, в ведро положил. И нужно на этот кирпич налить несколько капель капнуть рассола кислой вот этой квашеной капусты. Вот этот первый пар выйдет и нужно было сесть женщине. Ну вот я села на это ведро. Ну разделась, естественно. Как бы терпимо. Там такой жар пошел. Главное не обжечься, не сесть на это испарение. Вот. Все тут укуталась я и сидела вот так. Сидела, ну, минут 10, наверное. Прям так хорошо прожарилась. Так я два дня подряд сделала. И с той поры я забыла, что такое цистит. О-хо-хо-хо. Я вылечилась и всем это советую. Сейчас у меня ждет капусту одна девушка, которая тоже загибается. Вот посолим и посадим ее на кирпич и вылечим. И вот вам расскажу я. Она тоже мучается, страшно. Раз в три месяца ее этот недуг охватывает. Она сразу на антибиотике. А что от них толку? Вот. Вот такой рецепт простой, девчонки. Если кто мучается, попробуйте. Может, вам поможет. Мне помогло. Ну, это же надо такое придумать, да? Рассо капнуть. Вроде все правильно рассказала. А то я могу думаю одно говорить другое. Если что, спрашивайте. Все, мне надо уходить. Уже на улице темно. Время семь часов. Побежала я домой, друзья. Съели сковородку втроем картошки с грибами. Все съели по добавке Маша и Сережа и я. Ой, вкуснятина невообразимая просто. Еще бы пошли опятки. Все, до свидания. Давайте. Всем пока. Звук, наверное, сегодня будет плохой. Работают холодильники. Уж извините. Все. Всем до скорого. Будем следить за капустой. Пока-пока. Продолжение следует...